Завершающая встреча между Ростовом и московским локомотивом. Вот Игнатьев на правом фланге, а как будто бы начинают нападающими Жуао Марио и Тугорев. Действительно интересно, но у Эдра микротравма. У Алексея Мирничука тоже небольшое повреждение. Вот такого соперника в Санкт-Петербурге. А вот и момент. Бьет поворотом. 0-0. В игре удар через себя. Это кто такой у нас координированный? Еременко тем временем справа фланга. Еще одна подача или удар от Романова в дальний угол. Но мяч летает за пределы поля. Да, вот такой удар. Мы тут регулярно общаемся. Момент сейчас Рудакова. Общаемся с отцом Романа Еременко. С Алексеем Борисовичем Еременко. Еще одна подача. Удар головой и перекладина. Это Еременко. Да, Роман Еременко. Вбежал он в штрафную. Берамян неплохо исполнил навес. А это уже подача на дальнюю штангу. Момент. И мяч в сетке. Мяч в сетке Мурила. Смотрим и повтор. Подача. Да, чуть не успел Рудаков на выход. Гол составил. Гол был в локомотив. Забил номер 24. Мяч завис на какое-то мгновение, да? Нарушение правил. Футболку на груди. Вот сейчас какой-то момент. Как он успел и футболку рвануть, и потом быстренько схватил мяч. Мне показалось, что фолл был со стороны Мурила, ты знаешь? Девять дней. Ром, ты ближе намного находишься к эпицентру событий. Мяч убивает, но не до конца. У меня вышел этот трюк. Еще один удар. И Попов. Точка-то убийственная была сейчас. Метров 12 буквально. Ну как же классно. Ростов мяч разыграл. И хорошая подача. Там игра рукой. Была ли вот здесь... Ну, скорее игра рукой была. Был ли это пенальти? Подача в штрафную. И что здесь? Мяч в сетке. Гол засчитан. Смотрим мы повтор. Подача в штрафную. Кстати, Мамаев сбрасывал мяч на обратилу. Внимание. Хорен Байрамян опять головой всех обыгрывает. Да, да. Хорен Байрамян сыграл головой, попал в штангу. И уже в добивании сыграл Осипенко. Да, Байрамян опередил Мурилу, который, мне кажется, выше него на... В полтора раза. В полтора раза, да. Все, друзья. Свисток на перерыв. Матч Ростов-Локомотив. Кубок-париматч. Премьер. Первый тайм завершен. Ничья 1-1. Да. Вы ушли Логашов, Занудинов и Байрамян. А в игру вступает в составе Ростова Козлов, Соплинов и Долгов. Тем временем, Еременко играет на Шамуродова. Свободное пространство. Элдор простреливает. Отличный пас. Иго. Павел Мамаев. Элегантнейший пас от Элдора Шамуродова. Да, ну и, конечно, Мамаев тоже сыграл свою роль в том, чтобы Макеев запутался. Он так стал менять траекторию бега, но и Макеев поддался под эти ложные обманные движения. И в итоге Мамаев перехитрил. Ну и тончайшая передача, конечно. Да, Шамуродов здесь вопросов нет. Он все рассчитал. Еще раз отмечу Элдора. Но и до этого был классный пас от Еременко на Шамуродова. Так что все здесь работали практически идеально. Дмитрий Шнякин, безусловно, Долгов тем временем бьет поворотом, но не попадает в створ. Тут Брайан Эдову собирается выйти на поле. На ней трибунах расположились. Рифаджи Малединов, Эдр. Тем временем момент у Локомотива Рябчинский. И под удар Куликов. Пас хорошо играет. Куликов на Крыховика. И Гжегош наносит мощный, точный удар по воротам. В составе футбольного клуба Локомотив Москва забил номер седьмой. Гжегош Крыховик. Видимо Локомотив стремится к тому, чтобы все три матча на этом турнире довести до серии. И Малединов, Малединов, не исключено. Локомотив убивает Ростову два секунда. Так или иначе. Рыбус. Удар по воротам еще один. А близко был и третий, да? Да. Мог сейчас Мацей попасть как следует. Но попал. Снова Мамаев. Он может и пробить. Нет, играет на Чернова. И удар. Чернова. Попов. На Еременко. Роман пробьет поворотом. Ух, как мяч полетел. Ирин Попов. Еременко. Удар по воротам. И уже мяч попал то ли в крестовину, то ли в перекладину. Репчинский убежал. Неплохо Репчинский. Пробросил мяч. Репчинский набирает скорость. Есть Баринов. Репчинский единственный соперника обыграл. Ничего себе. И по штрафную хороший удар. И что же Баринов не забил, а? Тогда просто можно было бы восхищаться проходом молодого Дмитрия Репчинского. На Чернова. Ой-ой-ой, какая ошибка. И мяч в сетке. Какая ошибка Никиты Медведевой. Роман Еременко. Ты знаешь, на скамейке локомотива сидят сейчас я Антон Коченков и Гильерми, но они сидят не рядом друг с другом. Примерно через четыре кресла, только я думаю. Но никакого контакта и никаких жестов особенных не было. По-вратарски они, думаю, понимают коллегу. На Криховика. Криховика. И снова встречаем Репчинский на левом фланге. Свободное пространство перед ним. Он уже штрафной. И удар поворотом и гол! Вот это, ребята, вот это молодежь. Вот красавец Дмитрий. Показал сначала дриблинг замечательный. Юрий Павлович же все объяснил на Брест-конференции. Найдем у себя ресурсы. Найдем своего нападающего. Воспитаем внутри себя. Ну, видимо, Юрий Павлович воспитывает, потому что Репчинский, ну, просто великолепно сегодня действует. Ну, здесь-то все было грамотно. Да, наверное, встречали. Может быть, не так активно Дмитрия. Ну, удар поворотом! Это пробил Сыпленов, кстати говоря. Такая была условная стенка, и мяч, по-моему, летел как раз-таки в угол. Продолжают. Прострел. И здесь момент Эдову. И хорошая передача. И здесь уже Рудаков свои качества лучше проявляет. Хорошо Брайан, кстати, пробил в противоход. Куликов отличная передача на правый фланг на Живоглядов. Набирает скорость Живоглядов. И передача классно на Баринова. Забивать надо. И снова Дмитрий не забивает. Да, два момента голевых было у Баринова. Но оба раза Дмитрий не сумел направить мяч в ворота. Снова бьет вперед Чернов. Осинов претенгует. Осинов! И какая ошибка снова Медведева. Но здесь уже защитники на помощь пришли Никите. Да. Да, на последних секундах. Последние секунды. Но вот сейчас точно финальный свисток. Только в игре Локомотив-Ростов. Ничья 3-3. Впереди серия пенальти. Бьет Верим Попов. Первый. Это удар Ростова. Против Никиты Медведева. Удар. И мяч сетки. Ну и по сути это матч. Это борьба за второе место. Серия пенальти. Удар. Игнатьева. Четко. Пробил Владислав. Рудаков хотя бы в отличие от Медведева угадал направление удара. Так, Чернов. И тащит мяч Медведев. Да, хороший. Он специалист, да, по отражению 11-метровых ударов. Может он пробить на силу. Бьет по центру. Улетает Рудаков влево от себя угол. Так, Михаил Осинов. Его удар. И классно пробил. Классно пробил Михаил в самую девятку. В игре два нерализованных шанса было у Баринов. Да. Сейчас Баринов забивает. Передвалок снова впереди. Арбитр. Вот сейчас только можно бить. Удар. И Сопленов классно. Да, такие футболисты. Такие пенальтисты. Не помешают. Да, не помешают. Это папа Нормана. А это уже удар Коломейцева. И мяч не залетает в ворота. Мяч не залетает в ворота. Максим Рудаков сейчас выручает Ростов и добавляет в нашу серию интриги. Ну что, в последних ударах серии возможно все решится. А может быть и вторую придется пробивать? Сейчас узнаем. Нет. Нет. Не отбил. Никита Медведев забил Хаджик Атунич. Итак, Данил Куликов. Удар. О, да, Куликов. Молодежь как бьет-то, а? Бьет так. Поверхним углам сегодня. Что Осинов младший, что Куликов. Удар поворотом. И тащит. Тащит Никита Медведев. Вот это уже настоящее спасение. Очень качественное. Емлицкстательный знак. Или да. Вот так. Удар. Да. Восклицательный знак поставил. Локомотив выигрывает эту серию. Занимает второе место в Доке на Кубке Париматч Премьер. Браво. Локомотив. Очень сегодня понравились молодые футболисты Локомотива. Они пенальти реализовали. Ну и Ростов тоже, мне кажется, показал, что команда готова к большим делам в чемпионате России. В общем, нас ждет увлекательный весенний отрезок чемпионата России. Локомотив.